Здравствуйте, дорогие студенты! Кафедра экономика учетов и людей, предмет экономика международного туризма, ректор Бельгебаева Курона и Канашина, тема международных туристов. Прежде чем рассматривать, мы рассмотрим с вами международные туристские организации. Всемирная Федерация Ассоциаций Туристских Агентств 22 ноября 1966 года в Риме был подписан протокол о слиянии Международной Федерации Туристских Агентств и Всемирной Организации Ассоциаций Туристских Агентств и Образованием на их основе Всемирной Федерации Ассоциаций Туристских Агентств ОААБ. Произведем обзор туристского движения, рассматриваем как международный экономический фактор. В 1936 году появляется издание Лиги нации «Обзор туристского движения, рассматривая как международный экономический фактор». Стремиться к привлечению максимального числа туристов в собственную страну и в то же время делать все, чтобы помешать своим гражданам посещать соседние страны является столь же серьезным нарушением здравого смысла, как стремление все экспортировать, ничего не будет. Международные туристские организации. Организации объединенных наций начинают заниматься широким кругом проблем международного туризма. В 1946 году создаются межправительственные учреждения, специализирующиеся на вопросах в области просвещения науки и культуры ЮНЕСКО. В 1950-е годы разработана программа развития туризма «Экосос». В 1954 году была создана Международная федерация журналистов и писателей по туризму «ФИЖЕ». Ее учредителями были 20 стран. В СССР, бывших странах СНГ, начиная с 1960-х годов, все виды туристской деятельности осуществлялись при поддержке государственных союзов. В июне 1958 года создается бюро Международного молодежного туризма «Спутник», который занимался вопросами обмена молодежными группами из СССР с другими странами. Но в 1960-70-м годах за рубеж выжалались 0,4% граждан. В 1980-х годах международный туризм превращается в важную часть международных экономических связей, приносящую стабильный доход. Меняется структура туристского спроса. Мировой туристский рынок становится более разнообразным. В социальном аспекте для 1980-х годов характерно повышение спроса на туристские услуги со стороны населения, со средними и даже невысокими доходами, увеличивается доля группового туризма. Последние десятилетия XX века стало периодом высоких технологий в мировой индустрии туризма, развития крупных транснациональных корпораций, гостиничных цепей и предприятий питания в странах с благоприятной для развития туризма обстановкой. Всемирная туристская организация по туризму World Tourism Organization, учреждение организации объединенных наций, ведущая международная организация в сфере туризма, Генеральное ассамбление ВТО утвердило новое сокращенное название своей организации ЮНВТО. ЮНВТО. В 1925 году в ГААГе была создана Всемирная туристская организация как Международный конгресс официальных туристских организаций. ЮНВТО предложила классификацию по типам внутренних путешествий лиц, постоянно проживающих в ней, въездной активный путешествий лиц по Казахстану, проживающих постоянно в других странах. ЮНВТО. Выездной, пассивный, путешествий лиц, постоянно проживающих, например, в Казахстане, в другую страну. Международный туризм является составной частью международных экономических отношений. В отраслевом аспекте его свет рассматривает как часть мировой торговли услугами. Значение международного туризма и его влияние на социально-экономическое развитие современного общества возрастает по мере ускорения процесса глобализации мировой экономики. В основе развития международного туризма лежат следующие факторы. Совершенствование всех видов транспорта удешевило поездку. Второе. Увеличение числа наемных рабочих и служащих в развитых странах и повышение материального и культурного уровня. Третье. Интенсификация труда и получение трудящимися более продолжительных отпусков. Следующее. Развитие сфер услуг стимулировало развитие сферы перевозок и технологический прогресс в области телекоммуникации. Далее. Ослабление ограничений на вывоз валюты во многих странах и упрощение пограничных формальностей. Значение международного туризма в мире постоянно возрастает, что связано с возросшим влиянием туризма на экономику отдельной страны. В экономике отдельной страны международный туризм выполняет ряд важных функций. Они следующие. Это международный туризм источник валютных поступлений для страны и средства для обеспечения занятости. Международный туризм способствует диверсификации, изменению экономики, создавая отрасли, обслуживающие сферу туризма. Международный туризм расширяет вклады в платежный баланс и в НП страны. Далее. С ростом занятости в сфере туризма растут доходы населения и повышается уровень благосостояния нации. Вот здесь, на этом слайде представлен прогноз самых популярных туристских направлений в 2020 году. На первом месте стоит Китай. Количество туристских прибытий 137 миллионов. А доля в мировом туристском рынке составляет около 9%. США 102 миллиона количеств. А доля составляет 6%. Далее Франция. 93 миллиона количества прибытий. Доля его 5,8%. Вот каково значение, какой долевой вклад туризма международного в ВВП в каждой из представленных здесь стран. Международный туризм, как вид экономической деятельности, имеет следующие особенности. В отличие от внешней торговли, основан не на обмене товарами и услугами, а туристами, то есть живыми людьми. Туристские услуги не мобильные. Они не могут следовать за покупателем и не подлежать к своему. В предложениях отсутствует гибкость, обладает сезонным характером, относится к объему самокапиталоемких и трудоемких отраслей. Туризм является крупным землепользователем, довольно требовательным качествам природных и других ресурсов. Рынок международного туризма является рынком покупателя. Туристский бизнес привлекательный для предпринимателей по следующим причинам. Небольшие стартовые инвестиции, растущий спрос на туристические услуги, высокий уровень рентабельности, минимальный срок окупаемости за трех. Системы показателей развития туризма включают следующие группы. Наиболее крупные объем туристского потока, состояние развития материально-технической базы туризма, финансово-экономической деятельности туристской фирмы, развитие международного туризма. Объем туристского потока – это постоянное прибытие туриста в страну или данный регион. Это даже характеризует привлекательность данной страны. Показателем относятся общее количество туристов, в том числе организованных самодеятельных, количество тура дней, количество ночевок, только дней, средняя продолжительность пребывания туриста в стране и регионе. Вторая группа показателей состояния развития материально-технической базы туризма включает конечный фонд домов отдыха, пансионатов, туристических баз, гостиниц, санаторий, а также число кое предоставляемых местными жителями, число мест в торговых залах, предприятий питания для туристов, число мест отведенных для туристов в театрах, число ванн, отведенных для туристов в водолечебнице. Группа финансово-экономической деятельности туристской фирмы включает в себя объем реализации туристских услуг, выручка от реализации услуг туризма, показатели использования рабочей силы, то есть производительства труда, уровень расходов на оплату труда, показатели использования производственных фондов, фонда отдачи, оборачиваемых средств, себестоимость услуг туризма, прибыль, рентабельность, показатели финансового состояния туристской фирмы. Четвертая группа – развитие международного бизнеса. Относится сюда количество туристов, посетивших зарубежные страны по числу пересечений государственной границы, далее суммарные денежные затраты, произведенные туристами за время зарубежных поездок, количество туродней по иностранным туристам. Я с вами рассмотрела понятия международного туризма, систему показателей, которыми характеризуются деятельность и эффект от туризма. Затем некоторые определения, касающиеся специфичности международного туризма. Благодарю за внимание. Продолжение следует...